Первые честно заработанные подросткам Ненецкого округа вновь предоставили возможность трудоустроиться на летний период. В основном ребята заняты на благоустройстве территории или делопроизводстве. Тему продолжит Алина Волчейская. Вооружившись метлой, Александр Коткин зарабатывает первые в своей жизни деньги. Парень копит на питбайк, кроссовый мотоцикл. Поэтому, как только ему исполнилось 14, решил, что говорится, не просиживать штаны за компьютером и устроился на время летних каникул в Северную транспортную компанию. Чувство, понимаешь, как работать, чувство первых денег своих, неродительских, понимаешь, как их лучше растратить. Мне предложила Жанна, это моя одноклассница, мы учимся в одного с ней классе, и она мне предложила поработать, я согласился. Одноклассница и коллега Александра Жанна Семенюта тем временем убирает пыль с пассажирских кресел. Работа несложная, на всё про всё уходит порядка трёх часов, а сумма заработка весьма приличная – более 20 тысяч рублей в месяц. Да, это очень классно, что можно летом работать, и деньги будут на лето, можно что-то купить, на что-то накопить. Ну, придумала уже, на что будешь копить или тратить? Да, буду копить. Ага. Если не секрет, на что? На телефон. На телефон, да. Компания по трудоустройству подростков длится в течение года. С января 2020-го о своём желании поработать заявили 1279 ребят. За первый квартал были временно трудоустроены 70 человек. Что касается летнего периода, из окружного центра занятости к работодателям были направлены 256 подростков. Из них уже 150 человек приступили к работе. По данному мероприятию по трудоустройству запланировано освоить до конца года 19 миллионов 680 тысяч. Вопрос, конечно, интересный по поводу, сколько на руки получат дети, потому что всё зависит индивидуально от работодателя. Работодатель вправе сам определить и ставку, на которую он принимает сотрудника, и размер заработной платы, конечно же, не нарушая Трудовой кодекс Российской Федерации. Но хочу отметить, что центр занятости компенсирует 70% от МРОД на затраты работодателя. То есть, это заработная плата на 0,7 ставки, компенсация за неиспользованный отпуск и страховые взносы в государственные небюджетные фунды. Общая сумма компенсации составляет 33 648 рублей в месяц. Таким образом, на руки подростки должны получить не менее 21 тысячи рублей. Кстати, в этом году вновь предусмотрено трудоустройство студентов, приезжающих в Ненецкий округ на каникулы. Более подробную информацию вы можете уточнить в Центре занятости населения.